Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике я хотел бы сделать обзор трех гарнитур и одних наушников, купленных на Алиэкспресс. И эти лоты мне понравились тем, что у них была приемлемая цена, также неплохое качество товара и интересный дизайн. Гарнитура номер один, так назовем ее, покупалась для моей жены. Она использует Lumia 535 Dual SIM, и как раз данная гарнитура позиционировалась для смартфонов Nokia и Microsoft. Брал ее в октябре 2018 года за 2 доллара 49 центов. На данный момент с доставкой она стоит 2 доллара 77 центов. Заявленная длина 120 сантиметров, в итоге я перемерил, оказалось немножко меньше. 118,5 с погрешностью на гибкий метр. Интересные особенности данного товара вы видите на фотографии, что в ходе, который идет к правому наушнику, имеет плата управления и микрофон. Хотя, как правило, на большинстве гарнитур микрофоны и плата управления монтируются в корпус делителя провода. Поэтому, благодаря такому конструкторскому решению, получается, что микрофон находится ближе к рту говорящего человека. Гарнитура, как вы видите, имеет гладкий провод. Он тоньше, чем гарнитур номер 2 и 3, который мы в дальнейшем будем рассматривать. Но он довольно прочный, потому что жена активно эксплуатирует данные аудиоустройства. Даже есть перегиб немножко провода уже там возле входа в делитель. Но, тем не менее, наушники до сих пор оба работают. Ну и на следующем скриншоте вы как раз видите одни возможности функциональной кнопки, когда их используют для просмотра или прослушивания какого-то контента. Одно нажатие – остановка. Двойное нажатие – это переход к следующему треку. Тройное нажатие – переход в конец списка. Гарнитура номер 2 покупалась в июле 2020 года за 1 доллар 86 центов. Данная посылка в Украину шла где-то месяц. Длина чуть больше 118 сантиметров. Как видно на иллюстрации, что данная гарнитура имеет не гладкий, а рельефный провод, который нанесен рисунок рельефный, нечто подобное на косичку. Также приятным бонусом для меня было, что с данным аудиостройством ишли запасные амбушюры. Ну или говоря по-простому, эти серые резиночки, которые видно на фотографии. Ведь когда ты потеряешь случайно, а такое бывает, то очень удобно, что есть запаска. Данная гарнитура ишла хорошо упакованная. И заметьте, что здесь кроме кнопки управления, есть еще ползунковый регулятор громкости, что возможно в некоторых ситуациях будет очень удобным, чтобы быстро изменить громкость. Звук довольно хороший, басы хорошо прослушаются, впрочем, как и на первой гарнитуре. Гарнитура номер 3. Заказывал в конце июля за 2 доллара 47 центов, дошла в Украину за 17 дней. Было упаковано вместе с двумя другими лотами. Длина около 112 сантиметров. Я бы сказал, забегая наперед, что это самая лучшая гарнитура, которую я брал. Если посмотреть на изображение, которое позиционируется на Алиэкспресс, то здесь, конечно, идет расхождение с реальным товаром, потому что и длина меньше здесь, 130 сантиметров. И как дальше мы увидим, здесь и отличается функционал. Приятный такой момент с использованием данной гарнитуры, что наушники имеют магниты на концах. Ну и, как я говорил, давайте рассмотрим картинки, которые были приложены на сайте к данной гарнитуре. То есть, видим, здесь указаны, что и сзади есть на обороте кнопка делителя провода, и есть также регулятор, который переключается на американского, на китайские стандарты. Но по факту, как я уже говорил, здесь точно такой же плата управления, размещенная в делителе, как на гарнитуре номер 2. То есть, кнопка и ползунковый регулятор громкости. Также, интересно, я заметил, что продавец решил на сайте выделить устройство самого наушника. Ну, я думаю, может, это и не лишним было, потому что звучание действительно такое самое качественное среди всех аудиоустройств, которые делаются в данном обзоре. Ну и стоит отметить, что как гарнитура номер 3 и номер 2, она имеет больший диаметр наушника по сравнению с гарнитурой номер 1. Но в целом, как говорил, все три аудиоустройства довольно неплохо издают звук, в том числе низкие частоты. Последний лот, который мы у нас рассмотрим, это наушники. То есть, обыкновенные наушники без микрофона. Я искал себе такие, которые были бы прочные, потому что мне приходится постоянно с собой носить. Например, на работу я их беру с собой. И те, которые брал раньше, они месяц-два и уже выходят из строя, какой-то наушник перестает работать. И я увидел интересную модель, которую заказал в конце декабря 2018 года. Туда они стоили 79 центов. И особенностью данного изделия была такая шелковая оплетка, которая и шла поверх основного провода, что действительно придало ей прочности. Длина наушников 113 сантиметров с хвостиком. И должен сказать, что свои деньги они, конечно, отработали. На данный момент это изделие стоит 32 гривны 13 копеек, или в переводе на доллары 1 доллар 17 центов. Но я цену здесь не писал, поскольку, может, приложу другую ссылочку в описании. Данные наушники представлены в различной цветовой гамме. И хотя они долго играющие, как я говорил, но они мне прослужили чуть больше, чем полтора года. И потом он начал пропадать звук. Ну, я посадил на термоусадку, нашел, проблема была в сгибе джека 3.5. Они еще некоторое время поработали, и звук пропал совсем. Но это не проблема. Если вы умеете пользоваться паяльником, то можно купить и джек 3. При паятии они и дальше будут служить. Качество звучания, кстати, тоже у них неплохое. Басы тоже хорошо прослушиваются, но на максимальной громкости не рекомендую включать. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Поделитесь своим мнением в комментариях. Также у меня есть на канал целый плейлист, в котором делаются обзоры товаров с Алиэкспресс. Спасибо за просмотр. До новых встреч на YouTube.